Девушки отдыхают 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 мой дом родной до конца дней моих все-таки 32 года службы в одном театре жизни не выбросишь и я там бываю до сих пор и там идут мои спектакли и это будет моим первым домом сказать моим родным трудно устоять предложение возглавить другой театр создать свою какую-то историю когда тебе уже за 50 хочется создать не просто спектакль 12 создать какую-то театральную историю свою но когда мы отмечали два года за 25-летие htbd стали выяснять ну что такое день рождения театра и вдруг выясняется что первый спектакль тогда вольной сцены это был спектакль по таким странным названием ку-ку в котором я имел честь участвовать качестве актера я человек материалистический на жизнь подбрасывает какие такие странные ходы что начинаешь задумываться все-таки о каких-то тайных умыслах что ли да чьих то вот я как-то вертелся вокруг этого театра участвовал четырех спектаклях этого театра в качестве актера тогда в 90-е годы вот поставил здесь свой первый спектакль и вот видите четверть века прошло и я сейчас здесь художественный руководитель театр определен как театр белорусской драматургии театр скобках современной белорусской драматургии то есть это пишется здесь и сейчас пишет все кто кому чего угодно приносят тонами есть буквально несколько человек которые действительно это умеют делать и чего-то стоит у нас принципе уникальный театр но ведь нет в россии театра российской драматургии какая же ты умная пронзительная и точная вот такая вот это яблочко даже вот как будто на тебе под дых засадил ты должен отвечать за художественность целого театра за его функционирование за его развитие за его движение вперед работа с драматургами это работа с актерами это работа с художниками это работа с светотехниками с композитором со звукооператорами работа с видеоконтентом театр это коллективное творчество это работа своего коллектива под руководством некого капитана вот капитан должен собрать нужную команду и вести судно в правильном направлении наверное вот это главная функция художественного руководителя театра но без людей без команды без коллектива театра не может быть мне кажется я не ошибся это собственно говоря молодые актеры которые сейчас играют главные роли это и новик и брагинец и и курень и давидович и семеняка и грожина быкова не гроши патрэбны не багатые я хочу как бы здейснилася моя мара как бы вот это а життябилась и на яких умов вы пропадуете ваходьте ваш проект у вас есть инвестицийный план я буду с вами счирым скажу право инвестиции гэта заната оптимистичны вырос у пададзиной ситуации бо худка вернуть вам гроши не доведется то я покористовываю інше слово меценатство меце что меценатство гэта калей заможный человек да и гроши просто так не сподзючийся на их ртане я постоянно говорю молодым студентам которых я преподаю ребята вы не идете там золотом вас не осыплют это профессия любви это надо очень сильно любить театр штука достаточно жестокая и это надо понимать я не скажу что я не был диктатором вообще наверное бываю но я никогда не был диктатором унижающим человеческое достоинство друзья я по всей стране советской зашагал с веселой песни много видел разных дел потому шел и пел я вороз красный нос выше елзи иди спать это уже пластинка вот какая-то пластинка у него от наработки он это делал тысячу раз он вздувал всякую ерунду он тебя он убеждал людей что им это позарез надо я наверное режиссер упрямый но вряд ли я отец но может быть друг ну знаете как старший товарищ по-советски нас приучили потому что мы везде работают ощущения работаем работаем и заводим работаем в школе нас также и переучили что мы работаем театре только но относительно недавно я понял что все таки есть еще такое занятие как служба служит родине служат церкви служит театре для меня необходимые говоря профессиональным языком смена декораций то есть мне нужно уйти из закрытого помещения а театр и закрытое помещение без окон без дверей полного горница людей это про театр я люблю бывать на природе не просто на природе я бы люблю бывать у себя на хуторе недалеко от литовской границы где бескрайние просторы бескрайние леса множество дикой природы и почти полное отсутствие на сегодняшний день людей ко мне приходит во двор лисы лоси волки зимой про зайцев не говорю они абсолютно себя хорошо чувствуют и меня это заставляет невероятную радость вот соприкосновение с природы белорусской обыкновенной природой мне кажется что красивее ничего нет мир он гармоничен и целостью и на душе становится спокойно и я бы даже сказал радостно и как ни странно именно в это время мне так же и хорошо работает по поводу подготовки будущих спектаклей я там могу написать хорошую инсценировку могу написать хорошую разработку спектакля то есть придумать спектакль и бы ну даже перевести с какого-то языка на белорусский перевести пьесу то есть вот такая параллельная такая твор творческая деятельность нулевого цикла как я называю там тоже хорошо получается но я отдыхаю его супруга прима купаловского театра народная артистка беларуси зоя белохвостик дочь актриса валентина горцу его в театральной творческой семье гармония и полное взаимопонимание мы много лет вместе уже по моему лет 35 скоро будет семья актерская театральная дочь уже взрослая снимается в кино работает всевозможных проектах также служит театре династия зоя уже третье в поколении валя четвертое в поколении актерском получается взаимное понимание произошло на почве профессии взаимный интерес и так далее сейчас идем эти встречи все крутилось вокруг театра это то что нас объединяет то что он дает нам возможность разговаривать о других вещах и только театр у нас общий как математики знаменатель для любовь и уважение в этом есть секрет какого-то длительного сосуществования полов ибо вот это противостояние и единство и есть источник жизни бесконечной жизни в ртбд готовят премьеру гендерные выкрутасы вскоре представят на суд зрителей вот если об этом удастся через эту комическую ситуацию сказать внятно не просто сказать продекларировать а как-то донести попасть в сердце ум в разум то мне кажется будет выполнена какая-то и гуманитарная функция этого спектакля не только развлекательных профессиональным режиссерском портфолио александра горцуева больше 60 спектаклей редко кому удается поставить столько хотя точный подсчет вести перестал по разному удается в год ну один точно бывает 2 очень редко бывает 3 но было у меня и по четыре дважды но это просто вот похоже сейчас этот год я ставлю третий спектакль подряд в этом сезоне так сложилась ситуация и после него будет четвертый когда у меня спрашивают тяжело ли я говорю знаете вот лучше я буду от этого уставать чем от безделия вот это лучше я когда репетируя себя хорошо чувствую осталось приходит после репетиции и все-таки работа на износ не проходит бесследно период интенсивных репетиций режиссер даже не заметил инфаркт я не почувствовал но они называют это на ногах ну чтобы сказать что я себя себя хорошо чувствую ну так господи мало ли ты чего себя плохо чувствуешь оказывается это был инфаркт у меня даже в больницу положили потом я пришел за справкой всего лишь ну там проверили кардиограмму сделали и мне сразу у вас был инфаркт мой отец земля ему пухом царство небесное пережил 4 инфаркта так что я думаю что три у меня еще в запасе театр очень сильно изменился за эти 40 лет очень сильно единственно что я не могу сказать в лучшую или в худшую сторону вот это я не скажу что то мне больше нравится теперь что-то меньше я не могу избавиться и не хочу избавиться от ощущения зала дело в том что спектакль это не просто то что происходит на сцене это еще и зал это один из важнейших аспектов воспринимает зал то что происходит откликается это не обязательно должен быть смех или аплодисменты так называемое дыхание зала которые я многократно испытывал сам будучи актером театра это ты слышишь ты ощущаешь что тебя понимают тебе вдыхают и для меня зрительское внимание зрительские отзыв отклик имеет очень большое значение иной раз даже может быть лишнее значение вот это будучи 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 уякой люди начнутся не только переписывать а не станут придумлять тексты з'явится новый род текстов мастацкая литара дурыстыка мои знакомые актеры и режиссеры из москвы слушайте у вас такие хорошие люди они всегда встают ну действительно у нас сложилась какая то притом знаете что она сложилась на моих глазах я помню 70-е годы когда не всегда вставали вот как в москве закончился спектакль похлопали и если это не выдающийся спектакль то просто хорошо похлопали зрителям актерам и ушли у нас считается дурной тон не встать и если у нас бывает такое я имею ввиду не в нашем театре но в минске когда публика аплодирует и не встает это провал в минске это провал такой белорусский феномен я думаю это идет от характера народа доктор долго без усиля кайметы блукая по узких улицах и он плачет стрэчные горожане с издевлением глядять на его а сабисто я его разумею антракт это световая рубка оператор по свету проводит световое сопровождение спектакль приборы вы это видели как приборы направляются дальше включается программа одна за другой цепь программ которые создают световую партитуру все это очень удобно смотреть у нас зал так устроен что прийти втихаря посмотреть ну на несколько минут сложно ты заходишь в зал тебя сразу видит публика ты отвлекаешь внимание хотя сейчас есть трансляция видео прямо в кабинет и мне достаточно того что я вижу на мониторе звук есть изображение есть вверху покрываем фрошкетом капотом дадать в коляровую буквицу заматываем иголочками вверху накрываем набором гранутым фармой потом нацистаем на кухню и маем вытеснутую сторонку с подрывным нам текстом я смотрю спектакль в зале достаточно много но поначалу когда выпускаю спектакль множество прогонов до до премьеры до десяти так может быть потом смотрю несколько первых спектакль там сдачу премьеры в зале потом уже перехожу на монитор потому что для меня центром самым главным объектом театра есть был будет я в этом убежден это моя религия это актер из него делают носителя тех идей которые режиссер желает воплотить если есть кем это если есть эти носители качественные то и получается то есть актер это не просто какая-то попугай или балалайка это прежде всего личность иногда слышу это вот не очень похоже на твой спектакль а какой мой спектакль не знаю говорят что можно говорят что узнаваемо что-то узнаваемо что-то какие-то там ну не ходы наверное а что ли тон тон то есть такое выражение тон ну хорошо очень плохо конечно пользоваться штампами ну значит там греха таить наверное иногда приходится ну мы так всегда гордо режиссеры говорим я не штампом пользуюсь это почерк почерк но а 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 уходит некая такая специфичность и у узкость моих интересов которая была поначалу режиссерских как бы палитра расширяется я не знаю почему узнать мне становится интересно все жанры просто становится вроде такое ощущение что я куда-то не успеваю мне хочется попробовать все поэтому иногда даже это вызывает некоторое недоумение у моих коллег почему я так шарахаюсь что-то тут такое тут такое как-то все время ждут какого-то вот целенаправленного какого-то такого развития моего моей деятельности какую-то вот одну сторону вот про что-то у меня нет темы такой узко очерченной я бы сказал если говорить о теме то это общегуманистическая я бы так ее назвал есть принципы которые я проповедую признаю есть то что я отрицаю но это не может быть там история Белоруссии альбо война альбо там револь это не все равно когда это было и кто это если это талантливо если мне есть что сказать если я могу рассказать то что я думаю по этому поводу мне это интересно одно постоянно любовь к этой профессии любовь к этой деятельности и другого ничего я не знаю и наверное не хочу театр дом семья ответственная работа круглосуточная служба для Александра Горцуева театр это здесь и сейчас театр это его жизнь а родной театр это еще и безграничная любовь и это взаимно такой предмет есть фойе где зрители как книга так называемых отзывов видите как она оформлена в виде нашего театрального герба нашего логотипа и желающие могут написать свои какие-то мнения что ли свои отзывы вот видите вот 30-го студийный билет брызгать огни огонь мы эти листы постоянно обновляем не выбрасываем где-то они там скапливаются в архиве пожелания иногда наивные иногда очень умные и дельные какие-то вот дед спасибо большое за такой спектакль до слез вы знаете все равно так вот читаешь и думаешь ну вот что-то люди искренне пишут вот они просто спасибо понрав что-то кого-то где-то когда-то цепляет и ты понимаешь что человек посмотрев этот спектакль ушел ну хоть на какое-то время другой это и есть человеческая цивилизация это и есть развитие культуры во все где я был все с кем я размовлял а гнитовская святора да аустридского дипломата и прусская жавнера меня не уволили у астрозе отбирали книги не давали гроши отмовляли у самым необходным полейшие никто и не поле нигде на свете не брал и не полив все тое что я зарабил я каждый вечер жду и каждый вечер получаю счастье если оно получать если они сыграют хорошо вот собственно говоря ну такие вот не очень нормальные люди работают в театре но так было так есть так будет спасибо